Уникальные деревья начали исчезать на Урале. В Нижнем Тагиле уничтожают плодово-ягодный сад. На его месте планируют возвести электрическую подстанцию. Краеведы собираются в прокуратуру. Подробности в репортаже. Мы сейчас находимся на левом берегу реки Тагил. То есть вот перед нами сад Кузьмы Рудова. Юный краевед Николай едва успел защитить научную работу об истории старейшего уральского сада. Когда узнал, его вскоре не станет. Городская администрация подписала разрешение на вырубку этих деревьев, среди которых около 40 сортов яблонь и груш. Это, конечно, с точки зрения исторической ценности, ну и культурной, биологической ценности данных деревьев. Это просто кощунственный акт. Больше века назад этот тагильский сад основал знаменитый селекционер Кузьма Рудой. Путем многолетних проб и ошибок он смог вывести морозоустойчивые сорта яблонь, груш и других плодовых культур. Специально для Урала. Раньше из-за своей прихотливости эти растения у нас не росли, говорят краеведы. Впоследствии саженцы отсюда озеленили Кушву, Лапаевск, Верхнюю Салду, Челябинск и Магнитогорск. Но сад, куда уходят корни, озеленение целого округа в Тагиле не считается исторической ценностью. Для нами были выполнены работы по археологическому обследованию участка строительства. Значит, на данном участке никаких, будем так говорить, памятников архитектуры и каких-то объектов, которые имеют культурное наследие, выявлено не было. Получить разрешение на вырубку деревьев застройщикам труда не составило. В администрации только разводят руками. Если деревья так важны для Тагила, то почему краеведы раньше не позаботились о их сохранности? Ведь, уверяют чиновники, это было в их силах. Краеведы, к сожалению, не обращались по саду Рудову ни в отдел по экологии и природопользованию, ни в управлению культурой, всем, чтобы какой-то определенный статус придать данной территории. Тагильские краеведы сейчас обсуждают, как можно спасти остатки сада Рудова. Собирают подписи под коллективным письмом. Застройщики вырубили уже половину деревьев. Яблони и груши просто попадают в санитарную зону. Электросети расчищают место под линией электропередач. Дарья Манохина, Новости 41-го канала.